Дом для еврейского бога Даже для ребенка словами Ты любишь своего бога? Да А дом у тебя есть? Есть Вот и мы должны построить дом для нашего бога Немного любви, бесплатно, от народа Израиля На святое дело евреи собрались, как и положено, 9 ава В самой легкой обуви, главное, чтобы башмаки были недолговечными И самое важное, не с кожаными подошвами Таким способом, не считая строжайшего сухого поста Верующие люди выражают свою скорбь по разрушенному римлянами храму Как должен выглядеть будущий дом бога, доподлинно известный из Библии Там, говоря современным языком, проект храма и его главные службы Расписаны до мелочей Как и положено, строительство начинают с жертвенника Нетесанных камней которого ни в коем случае не должен коснуться металл Когда мы говорим о потере человеческой жизни, например, да, то это что же, чего нельзя вернуть И поэтому действительно нет места никаким праздникам и надеждам Но когда мы говорим о разрушенном храме, это потеря, страшная потеря, страшные трауры, трагедия А вещи, которые не просто можно, а нужно вернуть Я думаю, что в тот день, когда мы переживаем и находимся в трауре о том, чего нет Мы в то же время наполняемся надеждой о том, что должно быть восстановлено Силы у людей на исходе перед началом закладки жертвенника Они целые сутки постились, не позволив себе даже капли воды А уложенные в основании камни по настоянию коинов Должны быть залиты специальной смолой до появления на небе первых звезд Поэтому самые уважаемые из энтузиастов постройки третьего храма торопятся В жертвоприношении на храмовой горе нет уже больше 20 веков И тот, кому они предназначались за это время, должен был сильно истосковаться по сжигаемому мясу жертвенных голубей Вот уже 60 лет есть еврейское государство И давно уже пора думать о том, чтобы восстановился храм Вопроса, что делать дальше с жертвенником, когда он будет готов, во всем своем гиблейском великолепии У собравшихся здесь даже не возникает Хотя святое место храма, занятое исламскими святынями Готовую плиту канонических размеров 10 на 10 локтей повезут на храмовую гору Израильские власти понимают, что шуму тогда не оберешься, но пока в происходящее не вмешиваются Может быть, полицейские тоже считают, что не пристало еврейскому богу так долго оставаться бездомным Игорь Гаско, Семен Кацыв, РТВА, Окрестности Иерусалима